У каждого времени свои герои. И на фоне засилия жестких и решительных роковых героинь в нашем кино последних лет, Ольга Кабо уверенно сохраняет нишу героини лирической, вопреки всему доказывая, что красота спокойной доброты бесценна во все времена. В принципе, люди не меняются, и жизнь не меняется. Просто как декорации меняются. Мода, стиль. А душа, она остается. Либо она есть, либо ее нет. Я никогда не боролась за роли. Я никогда не переходила никому дорогу. Просто у меня какая-то своя линия, своя жизнь. И мне кажется, что если я ей изменю своему ощущению, я сама все поддерживаю оптимизм. То есть я пытаюсь... Если мне плохо, мне кажется, что так, наверное, что-то должно быть. Потому что когда мне плохо, я начинаю задумываться, почему. Начинаю анализировать ситуацию и нахожу аналитический выход из ситуации. Господи, ты же добрый. Ты же понимаешь всех. Помоги мне. Театральная жизнь, актерский коллектив, многократное переживание образов на сцене – есть залог работы актерской души, считает Ольга Кабо. А кинематограф – всего лишь профессиональное следствие театрального творчества для каждого актера. Когда в моей жизни появился театр, я почувствовала себя полноценной актрисой. Потому что только в театре твоя душа может жить, твоя душа может творить, и ты можешь быть действительно личностью. Ну не могу я лгать! Не могу! В кино не все зависит от тебя. Здесь тебя можно переозвучить, демонтировать, перемонтировать, поставить крупный план твоего партнера. И вроде как это ты, но из тебя сделали образ какой-то, слепили. То есть как бы используется только вот... Тебя очень сильно используют. А в театре, когда открывается занавес, режиссер уже остается по ту сторону сцены, и он никак не может повлиять на процесс. Внутренняя самодостаточность и искреннее отношение к окружающим, причем взаимное, дает Кабо энергию даже для самых тяжелых драматических ролей. Вы знаете, а здесь все взаимосвязано. Потому что, когда я читаю сценарий, я нахожу что-то, что меня трогает за душу. Я понимаю, что если тронуло это меня, значит, зрители тоже не останутся равнодушными. Но существует, конечно, какая-то доля техники, потому что, не затрачиваясь, конечно, нельзя сыграть. Но когда 15 дублей играешь одно и то же, то здесь уже вступают какие-то другие технические стороны, которые не обязательно знать зрителю. Но, тем не менее, я знаю ситуацию, и она мне знакома. Если она мне знакома, если я ее чувствую, то я сыграю так, что потом это будет познакомо зрителям. Личную жизнь Кабо не любит выносить на обсуждение. Зрителям достаточно созданного мной образа, говорит она. Но в жизни это и есть любимый человек, и любимый ребенок, и душевный покой. Моя дочка немножко другая, она гораздо жестче. Она сильнее меня, я мягче. И она очень конкретная у меня. Мне эта черта в ней нравится, и я ее уважаю. Ей еще нет четырех лет, но она личность. Естественно, я с ней борюсь, и у нас постоянная борьба, потому что кто кого. Она сейчас пытается утвердиться в жизни, а я пытаюсь сделать так, чтобы я была для нее безусловным авторитетом. То есть она, хотелось бы, чтобы она равнялась на меня и уважала меня. Поэтому я не останавливаюсь в своей работе. Я считаю, что она должна видеть, что мама востребована и занята, иначе я ей буду скучна и неинтересна. Личная жизнь, конечно, помогает. Она никогда не мешает, даже когда какие-то личные переживания, потому что все равно это опыт. И я считаю, что, как сказала Ахматова, что не бывает любви несчастной, бывает любовь неразделенная. А любой человек, который испытал это чувство, даже безответственное, он уже счастлив. Отношения мужчины и женщины на сцене – одна из самых интересных задач для актеров. И чем тоньше сыграны эти отношения, тем ярче получаются образы героя. Вы знаете, я за дружеские отношения, ни в коем случае не за подавление мужчины и женщины. И конкурировать я не хочу. Подчиниться, да, но в разумных пределах. Я вашу волю исполнять радостью готова, искать бедных, помогать им. Я ни в коем случае не считаю себя в тяжести, наоборот, за великое счастье. И я благодарю за то, что вы подарили мне такое счастье. Мужчины стимулируют преодолевать трудности и утверждать свою позицию. Энергия наших поступков – это энергия нашего к ним душевного отношения. Как воспринимать жизнь, чтобы сохранить и внешнюю форму, и внутренний оптимизм, и любовь к людям, и к делу. Женщина с каждым годом, приобретая опыт, она раскрывается. И те пассивные качества, которые в ней, таланты, которые в ней природа уже создала, они раскрываются. А с рождением ребенка, мне кажется, она становится действительно женщиной с большой буквы. Потому что это уже образ. Светись всегда, светись везде. До дней последних донцев светите никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!